Всем привет! В этом видео поговорим о том, что британские миллионеры массово бегут из Великобритании. Британская газета Daily Telegraph написала, что все большее количество состоятельных граждан отказывается от британского гражданства и уезжает из страны на постоянное место жительства в третьи страны. На этот шаг британских миллионеров подталкивает ухудшение экономического положения Великобритании более высокое относительно других развитых стран инфляция и ужесточение налогового бремени со стороны государства. По оценкам британских экспертов, в этом году Туманная Альбион ориентировочно покинут 3200 британских миллионеров. Это в 2,5 раза больше, чем в прошлом году. Британский источник опирается на прогноз консалтинговой компании Henley & Partners, который оказывает обеспеченным британцам услуги по получению гражданства или вида нажительства за границей. По данным Henley & Partners, по итогам второго квартала 2023 года число заявок на смену гражданства и релокацию среди британских миллионеров выросло относительно второго квартала 2022 года на 250%. Великобритания в этом году возглавит рейтинг стран по темпам оттока из нее миллионеров на душу населения, причем с большим отрывом. Тем временем Европейская служба банковского надзора сообщила о рекордном притоке банкиров и трейдеров в европейские банки из лондонского Сити. Дело в том, что вслед за миллионерами Лондон покидают банкиры, страховщики, инвесторы, которые управляют финансовыми капиталами и активами, обеспеченных граждан. Однако в Великобританию намереваются массово покинуть не только богачи, но и простые жители. По сообщению газеты Daily Mail ежедневно в поисковой системе Google формируется до 400 тысяч запросов о том, как и куда уехать из страны. Число поисковых запросов на получение австралийской визы в 2023 году относительно прошлого года выросло среди британцев на 670%. Помимо Австралии, высокий интерес у британцев вызывает релокация на территорию Канады и США. Согласно прогнозам Банка Англии, инфляция в этом году в Великобритании в годовом исчислении составит около 8%. Это в 4 раза превышает целевые параметры регулятора. В Канаде и США инфляция опустилась ниже 5%, а в Австралии ниже 7%. При этом налоговое бремя в указанных странах ниже, чем в Великобритании. Эксперты отмечают, что налоговая реформа Риша-Сунака ухудшит финансовое положение британцев за счет роста ставки подоходного налога. Помимо англоязычных, стран британцы также активно интересуются переездом в Объединенные Арабские Эмираты и Сингапур.